Всем привет, это Эффектризм. Сегодня речь пойдет о компрессии звука. Компрессия — это такой процесс, при котором звук как бы сжимается, тем самым уменьшая разницу между громкостью самых тихих и самых громких участков. Так для чего же нужна компрессия? Благодаря компрессии звук воспринимается более комфортно и приятно. Чаще всего компрессия применяется для обработки голоса, хотя подозреваю, что не только для голоса. Сразу хочу сказать, что компрессия — это не панацея, и она не сделает конфетку из откровенно испорченной записи, но она поможет сделать хорошую запись и еще лучше. Кроме того, бонусом покажу вам, как убрать некоторые шумы из вашей записи с помощью соседнего инструмента. Ну что же, давайте начнем. Ну что же, друзья, давайте начнем знакомиться с инструментом компрессор в DaVinci. Прежде чем перейти к именно компрессии, я рекомендую сделать следующее. Вот файлик, с которым мы будем работать. Давайте для начала его прослушаем. Я его записал специально для этого видео. Сейчас я говорю громко. Сейчас я говорю средне. Сейчас я говорю громко. Сейчас я говорю средне. Как вы могли заметить, разница между громкостью более громких слов и более тихих достаточно существенная, и воспринимается такой звук не очень хорошо. Я думаю, что вам это не понравилось. Поэтому с помощью компрессии мы можем уравнять громкость для тихих и громких участков. И первое, что есть смысл сделать, это нажать правой кнопкой по каждому звуковому фрагменту на дорожке, которую мы будем компрессить, и выбрать Normalize Audio Levels. Здесь, смотрите, Target Level у меня стоит минус 5 дБ. Это значит, что DaVinci сейчас подгонит пики звука, то есть самые громкие моменты, к минус 5 дБ и не выше. И нажимаем Normalize. Сейчас, смотрите, звук стал визуально более отчетливым. Если посмотреть в инспектор, то вы увидите, что громкость стала 7,6. Это DaVinci установил это значение. Было 0. То есть, когда вы загружаете вообще любой звук в DaVinci, у него громкость 0. Теперь у него 7,6. То есть, просто он усилился. Теперь нам надо открыть микшер. У меня уже открыт. Если у вас нет, то вот этой кнопкой сверху его можно открыть. Дальше. Звуковой отрезок, с которым мы работаем, ну и все другие, которые могли бы тут находиться. В данном случае на дорожке Audio 1. Соответственно, и в микшере мы смотрим на Audio 1. Вот она, A1 называется. И переходим к инструменту Dynamics. Одинарным кликом его можно включить или выключить. А двойным кликом мы открываем вот эту панель. Давайте проанализируем тот звук, который у нас есть сейчас, без обработки, чтобы понять, как с ним работать дальше. Давайте еще раз его прослушаем. И обратите внимание на вот этот столбик Input. Сейчас я говорю громко. Сейчас я говорю среднее. Смотрите, в громких моментах у нас громкость доходит до минус 5 дБ. Здесь по столбику. В принципе, это логично, потому что мы как раз и подогнали громкие моменты под это значение. А вот здесь, сейчас я говорю среднее. Мой голос находится примерно между минус 20 и минус 15 дБ. Это важно понимать для работы с компрессором. Теперь давайте компрессор включим. Он занимает у нас среднюю часть панели внизу. И первый регулятор, который мы видим, это threshold. Это значение отвечает за то, к какому значению громкости мы будем прижимать наш звук. По умолчанию стоит минус 15 дБ. Но, как мы уже с вами заметили ранее, в тихих моментах громкость моего голоса, в данном случае, располагается между минус 20 и минус 15. Поэтому есть смысл это значение опустить до минус 20, либо же даже немножко ниже. Но пока ограничимся минус 20. Далее. Рэтио. Этот регулятор отвечает за степень сжатия звука. Он может быть от 1,2 к 1 до 20 к 1. В данном случае, так как разница достаточно существенная, здесь есть смысл поставить значение побольше. Где-то вот 10, может даже еще немножко больше. Вообще, такие высокие значения используются не очень часто. Но, в данном случае, запись, ну, изначально такая, можно сказать, бракованная. Поэтому здесь мы будем использовать сжатия побольше. И теперь давайте посмотрим, что получается. Теперь обратите внимание на столбец output. Он будет показывать уровни звука, которые уже получились после компрессии. В input'е также вы увидите уровни, но это все тот же сырой звук, который изначально приходит в этот инструмент. Давайте запустим звуковой фрагмент. Сейчас я говорю громко. Сейчас я говорю средне. Видите, немного выше минус 15 и также где-то вот в районе минус 20. То есть, разница уже не настолько большая. Если раньше было отсюда и аж до минус 5, то сейчас у нас, грубо, разбежка 5 дБ. Это нормально уже. Это уже не будет резать ухо. Но, как вы могли заметить, звук стал в целом тише. То есть, теперь у нас пик не здесь. Пик у нас теперь вот тут. И это нормально. Компрессия в общем уменьшает общую громкость звуковой дорожки. В компрессоре также есть инструмент Makeup. С помощью него можно поднять общую громкость. Тем самым сделать звук более доступным для слуха, скажем так. Давайте его поднимем где-то почти на плюс 10, для того, чтобы пики опять же были где-то в районе минус 5 дБ. И это позволит тем, кто будет вас слушать, не выкручивать громкость на максимум на колонках своих или наушниках и так далее. И давайте опять же обратим внимание на столбец Output. Сейчас я говорю громко. Сейчас я говорю среднее. Смотрите, при таком значении усиления Makeup мы и видим, что у нас пик немножко превышает минус 5. Если вас это смущает, это усиление можно немного уменьшить. И вот в общем-то все основы компрессии звука. Единственное, что я мог бы добавить. Есть еще инструмент Nii, который вот здесь эту границу делает более плавной. Если у вас действительно вы слышите, что как-то звук резко ломается, можно подрегулировать. Я им практически никогда не пользуюсь. И также инструмент Mix, который поднимает громкость в конце для самых громких участков, чтобы не прям жестко компрессить все, а некоторые самые громкие моменты он допускает приподняться вверх. Дальше. Иногда я пользуюсь Attack и Release. Это два регулятора, которые отвечают за скорость реакции компрессора. То есть Attack – это через сколько компрессор начнет реагировать на сжатие звука, а релиз – это через сколько компрессор отпустит ваш звук, когда в его подавлении нет смысла. Я же оставляю эти значения чаще всего по умолчанию, потому что, ну, как правило, в записи моих видео нету каких-то таких ситуаций, где мне нужно прям супербыстрое реагирование или же супермедленное. Я стараюсь писать изначально достаточно ровно, а потом компрессии просто шлифую. Уже и так достаточно неплохой результат. А сейчас давайте перейдем ко второму фрагменту. Я покажу, что делать, когда все совсем плохо. Давайте для начала его прослушаем. Сейчас я говорю с нормальной громкостью. Если вы сейчас не в наушниках, то вторую часть, возможно, вы не услышали вообще. Поэтому рекомендую все-таки наушники надеть. Смотрите, если мы воспользуемся Normalize Audio Levels, да, звуки визуально стали более различимы, но, тем не менее, очень-очень большая разница между первым и вторым фрагментом. Сейчас я говорю с нормальной громкостью. Сейчас я говорю далеко от микрофона. Компрессия здесь будет, ну, в том варианте, который я уже показал, справиться вот с этим фрагментом достаточно непросто, поэтому, как правило, если уже приходится работать с таким звуком, я делаю следующее. Во-первых, я разрезаю этот фрагмент между двумя участками, громким и тихим. И здесь у нас уже Normalize, в принципе, довел до нормального уровня звук. Здесь я делаю отдельно Normalize Audio Levels, потому что он работает для разных фрагментов по отдельности. И после такого усиления могут возникнуть еще не очень приятные моменты, когда звук был, например, очень тихим, то усиление происходит значительное. Помните, в прошлый раз у нас было там 7 с чем-то значений громкости. Теперь же у нас 10,8 для первого участка, еще который более или менее, а для второго — 24. И смотрите, что за неприятности. И, кроме голоса, усиляются еще и шумы. Сейчас я говорю с нормальной громкостью. А сейчас я говорю далеко от микрофона. Я думаю, прекрасно слышно. Давайте откроем Dynamics и посмотрим, что здесь можно сделать. Для первого участка можно воспользоваться инструментом, еще одним я вам сейчас покажу, который может отрезать фоновый шум по признаку его громкости. Но для начала давайте проанализируем, в каком диапазоне громкости находится тот самый фоновый шум. Давайте воспроизведем вот этот вот участок и обратите внимание вот сюда. Видите, где-то между минус 50 и минус 40 децибел. Может быть, чуть-чуть выше, чем минус 40. Поэтому здесь включаем gate и регулятор threshold переводим к верхней границе шума. Ну, пусть будет где-то минус 39. И давайте посмотрим, попадает ли шум в этот диапазон. Да, смотрите, он не переходит вот эту границу threshold. То есть он не воспроизводится где-то здесь. Он все время находится тут. И теперь для того, чтобы от него избавиться полностью, можно поднять регулятор range. Видите, при его изменении меняется кривая, а также gain reduction, столбец. Если это фоновый шум, который не является именно шумом, то есть это просто фоновые звуки, например, там птички в лесу поют или что-то еще, или просто голоса, которые не имеют смысловой нагрузки для видео, но важно, чтобы они тоже были, просто звучали тише, чем голос спикера. То можно не доводить до самого низа этот столбец и не прятать этот изгиб вниз. А если же это действительно просто шум, тогда выкручиваете на максимум и убираете этот звук полностью. И, в принципе, дальше вы можете этот звук просто скомпрессить и получить вполне нормально хорошее звучание. Что делать в этом случае, где, смотрите, если воспроизвести, вот давайте последнюю часть, шум уже доходит до сюда. Это где-то минус 28, ну пускай это минус 30 дБ. А голос... ...далеко от микрофона. ...так же попадает в этот диапазон. И если мы поднимем трэш-олд... ...вот так, где у нас был шум, то мы порежем еще и часть голоса и при этом получим не самое приятное звучание. Типа такого. Сейчас я говорю далеко от микрофона. Чувствуете такое как бы кваканье, что ли, когда слова проговариваются не полностью, они отрезаны, потому что, ну, голос не имеет прям какой-то четкой, очень ровной громкости. Поэтому здесь трэш-олд опускаем так, чтобы отрезать только фоновый шум. Он здесь действительно даже фоновый, очень высоко, поэтому давайте отрежем так, чтобы не заделать его от микрофона. Вот так, хотя бы. А дальше уже на эту дорожку можно добавить обычный шумодав. Либо же, если у вас DaVinci Studio, вы можете воспользоваться Voice Isolation, и в данном случае он, кстати, вас спасет. Сейчас я говорю далеко от микрофона. Но если у вас не платная версия DaVinci, то вы можете на эту дорожку A2 применить Noise Reduction, пустить его в автоматическом режиме, чтобы было проще, и получить вот такой эффект. Сейчас я говорю далеко от микрофона. Уже гораздо лучше. Ну что ж, друзья, на сегодня это все, что я хотел рассказать о компрессии звука и частично об удалении шума. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что я объяснил достаточно понятно. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях. Всем пока!